В Италии еще одна проблема. Жизнь нелегальных мигрантов обходится ей слишком дорого. Программа по спасению беженцев из Африки Мара Нострум закрыта. Об этом решении объявил министр внутренних дел Анжелина Альфана. За год патрулирования международных вод моряки спасли около 100 тысяч человек. И закрытие программы может привести к трагическим последствиям. Чего стоит бежать в Европу и кто теперь займется спасением утопающих, об этом наш собственный корреспондент. Больше 100 миллионов евро цена жизни беженцев, которых итальянские моряки последнее время регулярно вылавливали в море. Программа Мара Нострум, задуманная как экстренная и временная мера, после трагедии на Лампедузе прошлой осенью затянулась на год. И по словам адмирала, главнокомандующего итальянским флотом, легла исключительно на плечи Италии, которая в одиночку должна была сдерживать натиск нелегальных мигрантов. В этой операции мы действовали одни, с помощью лишь одного славянского корабля. И Европа не разделила с нами эту ответственность. Закрытие Мары Нострум, как говорят в правительстве, не означает, что патрулировать морские границы больше никто не будет. В ноябре начинается другая операция, Тритон. И после обвинения Италии в беспечности по отношению к серьезному миграционному кризису, участвовать в ней будут 18 европейских государств. Ситуация с нелегальной миграцией очень серьезная проблема и не только для Италии. Она общая для Европы, поэтому и решение должно быть общее. Мы спасаем десятки тысяч беженцев в море, но количество их только увеличивается. Мы буквально платим сегодня за наплыв нелегальных мигрантов. Тритон обойдется Европе втрое дешевле. И патрули теперь будут работать не как прежде в международных водах, а исключительно в пределах 30 километров от итальянского побережья. А это значит, что тонущим у берегов Ливии, там, где и происходит больше всего подобных трагедий, на помощь никто не придет. Юлия Гончар, Масимеляно Вольпе, Италия.